Стража! Мы, народные мстители, не позволим никому и никогда долой оккупантов! Требуем немедленно вернуть всю серебряную посуду с ложечкой! Я сейчас понимаю, что тогда Сергей Сильянов мне предложил переозвучить. Судя по всему, поскольку уже было все нарисовано, и в самой первой части, Алеша Попович, мне не удалось похулиганить, потому что, видимо, это уже было сделано. Я переозвучил, получил огромное удовольствие, но в тот же момент расстроился. Королевства маловато, разгуляться негде. Но Сергей Сильянов мне пообещал и, должен сказать, сдержал свое слово, он говорит, не волнуйся, дальше, дальше начнутся серии, и ты, твой герой будет существовать. Потом появилась вторая часть, Добрыня Никитич, третья часть, где мой герой уже имел практически главную роль, это Илья Муромец. Шамаханская царица, это уже просто новое качество, полностью влюбленность, такой Ромео. И вот пятая часть. Вот я согласился тогда в 2004 году, и сейчас с ужасом думаю, а если бы я сказал, что я занят? Я не имел бы такого потрясающего персонажа, который я сам люблю, уже чувствую, вернее, как, уже когда начинаю озвучивать, то уже просто импровизирую персонажа. Почему согласился? Потому что это невероятное удовольствие создавать героя, кукольного героя. Ты вкладываешь в него гораздо больше души, чем живого человека. Ну держись, Иго, темное! Замолчали в лесу глухари, это вышли развлечься по полюшкам, наши русские богатыри. Вот Илюша слегка разминается, и Добрыня уже тут как тот. Сейчас Алеша чуть-чуть оклемается, и настанет врагам всем капот.